соответствовать ожиданиям пользователей. Рефакторинг после внесения большого количества этих фич тоже необходимая вещь. Ну и также можно предлагать клиенту, это уже больше для менеджеров, мониторинг, внедрение каких-то аналитических штук в ваш проект, сбор и какие-то репорты, статистики для клиента. Это все будущее после сдачи проекта, после выхода в вид. По поводу будущего WordPress и e-commerce. Как вы знаете, WordPress сейчас в принципе растет. Сейчас мы ожидаем четвертую версию. Узнают, какая главная фича в четвертой версии. Какую считают… Ну да, это все да. Но я считаю, что самое главное это то, что они добавили выбор языка. Как бы это ни банально было. Но они сказали, что количество скачиваний WordPress на локализированных версиях вот в текущем году превысило количество скачиваний на английской версии. То есть они сейчас ведут язык, и я ожидаю в принципе рост скачивания значительный. То есть популярность будет еще расти. И в принципе качество года улучшается, что дает нам предпосылки думать о том, что WordPress в принципе развивается. Ну не в принципе, а развивается. По поводу e-commerce. Ну опять же, количество сайтов и улучшение самой платформы дает нам возможность писать хорошие e-commerce сайты. Можете задать мне вопросы или же потом. По поводу кэширования. По поводу кэширования. Вп-супер кэш. Вп-супер кэш. Ну а для магазина они подходят? А почему нет? Магазина будет кэширования. Да, некоторые, понятно, некоторые моменты, ну некоторые страницы нельзя кэшировать. Там есть настройки, в которые можно исключать какие-то страницы. Это само собой, да. А если корзина где-то в большинстве с двух, вы не сможете решить? Ну это уже зависит от настроек плагина. То есть в принципе… Здесь есть одна особенность. Умные плагины делают корзину через AJAX. Соответственно, кэширование страниц нам ничем не мешает. запустить JavaScript, который подгрузит содержимое этого битта, либо же салон корзины или какую-то другую информацию. В принципе, это уже вопросы конкретной реализации. Ну, я думаю, что почему нет? Все можно сделать. С какими e-commerce плагинами работаем? Понимаете? Ну, дело в том, что… Вопрос, вопрос. Ничего страшного. С какими e-commerce плагинами работали, кроме e-commerce? В принципе, использовать плагины, которые набирают меньше популярности, я в принципе не считаю иногда полезным. Но есть топ плагинов, которые действительно постоянно обновляются, поддерживаются, они качественные. Просто что не хотелось столкнуться в будущем с сломанным сайтом. Ну, это может быть моя личная позиция. Если плагин вам хорошо известен, то можно, конечно, его использовать. Да. Вот вопрос. По поводу e-commerce есть платные плагины для платежных шлюзов. Есть сборка в 100 долларов, там сразу LigPay и P1.4, которые, я думаю, всех интересуют. Есть отдельные разработки плагинов, это же SOS 5.4 или P1.4. Что удобнее ставить этот сборку в использовании или вот этих плагин? Ну, я не буду вам здесь рекомендовать, потому что я больше все-таки кастомной разработкой занимаюсь. По поводу использования платных плагинов я могу только посоветовать. Если вы, в принципе, не собираетесь использовать платные плагины, там есть один дешевый какой-то за 40 чем-то баксов, можно его купить. Ну, для клиентов это недостаточно, не такие деньги. В принципе, и получить саппорт от e-commerce на вашем сайте. Это профит. Ну, в принципе, а тут надо думать о том, какие платежные системы нужны вашему сайту. Больше об этом. Да, да. То есть вы на руках писали, вы сами платили или платежи? Нет, мы используем уже готовые. Но мы не поставили свои. Ну, в принципе, в будущем, может быть, у нас и будет такие проекты. Пусть стоит вообще самому ревизуально платить? Ну, это все зависит от ваших задач. Ну, например, в моей системе, которая реализована мной, объемы вложенных усилий, они, ну, действительно значительные. И на этапе, когда вы начинаете разрабатывать систему, тут вы не можете уйти от этого вопроса. То есть действительно стоит ли это писать. Ну, это такой всеобщий вопрос. Тут начинается оценка проекта и глубокий анализ. То есть проведя это все, вы поймете. Ну, в принципе, после нескольких лет оценок e-commerce проектов, можно сказать, что средний магазин на e-commerce, ну, кастомный такой, хорошо кастомизируемый, ну, порядка 60-80 человек в часов. Это чтобы сделать его и отдать. А в дальнейшем будет поддержка. Это средний магазин. Если у вас кастомная какая-то разработка серьезная, это такие цифры очень обобщенные. Если кастомная какая-то разработка очень узкого какого-то решения, тут уже цифры сопоставимы, что вы уже разрабатываете на фреймворке. То есть, в принципе, тут уже те же подходы работают. Еще вопрос? У меня есть вопрос. Ну, в частности, касающийся ухода, то есть, например, есть магазин, существует год или два года, он успешный, классный. И опять-таки, уходы же создаются динамически, то невозможно обойти такие проблемы, как изменение структуры шаблонов, дополнение каких-то новых вещей. Ну, тут возвращаемся к моменту выбора WooCommerce. Выбирая этот плагин, если вы изучите его архитектуру и посмотрите, тут можно как бы посмотреть на вырост, подходит ли вам плагин. Если там есть принципиальные вещи, которые не дают расширить архитектуру в будущем, тут, конечно, стоит, наверное, все-таки отказаться и использовать кастомную разработку. В принципе, шаблоны можно как-то что-то думать и кастомизировать по-своему. Ну, тут все зависит от объема этой кастомизации, будет ли она оправдана. Если у вас набирается кастомизация настолько, что… Ну, какой смысл тогда от WooCommerce? Он будет обновляться, возможно, какие-то хуки будут меняться. То есть, вы должны понимать, что это все влечет за собой поддержку вашего кода. Это минус. Но, опять же, есть предел кастомизации. Да. Я ответил? А кастомную разработку на WordPress? Ну, да, это такое понятие, да, кастомная разработка на WordPress. То есть, мы используем WordPress, его функции, но пишем свою систему на базе этого всего. То есть… Уточните вопрос. То есть, можно использовать посты как продукты? Как один из вариантов, да. А почему e-commerce обязательно только продукты? E-commerce – это любая система, в которой есть оплата. То есть, в принципе, может продаваться посещение сайта, там, может продаваться скачивание чего-либо. То есть, e-commerce – это более широкое понятие, чем, в принципе, магазин. Там, где нужен каталог, к примеру. Может быть, система, которая какие-то материалы предоставляет просмотр. Применений, на самом деле, больше, чем просто магазин. Да, еще вопрос. Да, да. Хорошо, не спустя. Да. По вопросу, смотрите, вы там рассказывали за антопинтестирование, да? Да. Какие-то решения вы внедряли, но как повысить конверсию покупок? По поводу аппотестирования. Какие решения вы внедряли для повышения конверсии покупок на базе? Что можно делать? Можно вставлять… Мы использовали Google Analytics, AB-тестированный. В принципе, как самое удобное сейчас. Используя разные шаблоны для покупок, мы определяли, какая дает большую прибыль. И, в принципе, оставляли лучше, лучше. Карточки товаров, опять же, нет, но механизм покупки, да. Да, да, можно вот с этим играться. В принципе, можно повсеместно использовать, но, опять же, в разумных объемах. Какие еще вопросы? Да. А есть какие-то конкретные кейсы? Что вы делали? Потому что это не совсем понятно. Вот, чтобы провести, аппотестили. Такие кейсы… Не какую-то статическую страницу, а вот как вы там шаблоны, например, другие подставляют кейсы? Сколько там вариантов про полости? 5-10? Ну, до шести вариантов, насколько я помню, мы использовали. Кейсы, если вы изучите AB-тестирование на Google Analytics, то есть там предоставляют код, который нужно вставить, использование каких-то хуков, в принципе. И статистика собирается на Google Analytics, вы ее просматриваете, делаете вывод и удаляете ненужные шаблоны. Это является, собственно, ходом. Я так понимаю, человек спрашивал про техническую реализацию. То есть у вас есть на JS, который отплавливает все эти события, JS-код, а есть ваши шесть файлов в HD, которые имеют разные структуры HTML и прочего, и прочего. И как именно вы подменяете этот народ? В Workplace есть темплейты, как я забыл. В общем, хука, отвечающий за подмену шаблона. Темплейты redirect? Да, по-моему, да. В принципе, в нем можно реализовать его функциональность. А как вы выбираете конкретно генератор? Один человек идет на первый, другой? Можно в Горли добавить параметр, по которому выбирать шаблон. Нет, это понятно. А как вы определяете генератором? Это делает за нас Google Analytics. То есть каждый раз, когда вы заходите… То есть разная область? Да, у разных страниц покупок разные уровни. Понятно. А как вы понимаете, что этот человек идет на Google 1, 2, 2, 3, 4… Но это трекается Google Analytics. И как трекается, а как вы… Мы потом себе еще заносим базу эти… По крайней мере, мне приходит вопрос. Смотрите, клиент приходит на страницу, приходит по ссылке купить, ну, допустим, или оформить заказ. Да. Должен быть купить. Там, соответственно, есть три, пять темплейтов. Да. Вы должны отправить одного человека на первый по первому темплей, на второй темплей, на третий, на шестого на шестой, а седьмого на первый. Правномерно. Ну, заходя на страницу, там… Ну, что просто… У вас генератор числа от одного до шести ста. Неделя с одним интернетом, неделя с другим. Только если одна неделя праздничка, ну, так как… Аптестинг гуглотых не решает? Аптестинг гуглотых не решает? Аптестинг гуглотых не решает? Ну, в принципе… Я уже сейчас затрудняюсь это что-то неправильно сказать. То есть… Ну, по-моему, там никаких сложностей не было. Да. Ну… У нас не было необходимости свой генератор и что-либо писать. Ну, насколько я знаю, Google Analytics на себя берет там много и вставленный код… Google Analytics, пожалуйста, PHP файл, включающий с… Google Analytics, ЮРЭль на меня, а мы условно писали интерфейс на этот ЮРЭль. Ну… Ну… Да. Еще вопросы. Ну… Тут уже смотрим, какие… Ну, мы должны подходить как. Какие функции тема должна выполнять кроме WooCommerce. То есть тут мы смотрим, какие… Какие функции тема должна выполнять кроме WooCommerce. Далее переходим к магазину. Берем шаблоны, которые мы должны кастомизировать, переопределяем их в нашей теме. Также помещаем какие-то кастомизации в модули, которые изменяют поведение WooCommerce. В итоге мы получаем кастомизированную тему. Ну, нельзя сказать, что готовый шаблон. То есть сам WooCommerce предоставляет шаблоны, которые нужно кастомизировать. И мы берем свои наработки и все это вместе пишем на основе всего этого. Да. У WooCommerce единственный единственный сайт на документации. Или есть какие-либо еще вопросы? Приводит он с точком WooCommerce. Потому что там ужасная документация. В WooCommerce ужасная документация? Ну, это как бы проблема, может быть, многих плагинов, их документация. В принципе, сейчас WooCommerce это лидер. И если вы спрашиваете, вам нужно что-то более, лучше документированное, то тут сложно будет найти. В принципе, да, я не знаю, деблаг в руки. Документация, можете обращаться к комьюнити? В принципе, вы быстрее найдете ответ, чем нет. Еще вопросы? Ну, надеюсь, что я кому-то помог в осмыслении разработки e-commerce на WordPress. Мы не затронули каких-то конкретных моментов разработки, но зато в целом осветили весь процесс. Спасибо. Ну что, у нас сейчас второй кофебрейк. Я попрошу ребят немножко все-таки не растягивать удовольствие, выпивая кофеек, а как-нибудь более оперативно. Спасибо.